Всем привет! В эфире 93 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Перед самым Новым Годом во многих городах прошли турниры, где игроки могли обменяться поздравлениями и подарками. Сегодня в программе. Активность новичков на этапе белорусского первенства. Кубок Эстонии в третий раз подряд выиграл Даниил Ланда. В Нижнем Новгороде в лидеры рвутся Соловьевы. 38-й детский кубок Санкт-Петербурга назвал призеров. Необычное шоу в Казахстане. Зимним морозным утром 17 декабря любители настольного хоккея собрались в Минске на четвертый этап открытого чемпионата Белоруссии. Предновогодние дни всегда вносят свои коррективы. Тут и праздничные корпоративы, и активизация вирусов, которые лишают возможности поиграть многих игроков. Как никогда активно собрались новички в Лиге Б. Их было шестеро. Впервые приняли участие Владимир Масленников и его сын Тимур. Павел и Андрей Пескуновы, Георгий Черенько и Александр Камаревцев уже играли на городских турнирах. Новички оказались с игровым опытом, и по итогу кругового этапа оба оказались в тройке. К сожалению, у Тимура подскочила температура, и обоим пришлось сняться с турнира. Но были все предпосылки, что папа с сыном возьмут сегодня медали. Свято место пусто не бывает. Медали все же нашли своих героев. В плей-офф прошла оставшаяся четверка. В полуфинале Павел Пескунов играл с Александром Камаревцевым. В серии до двух побед лучшим был Павел. При этом не пропустив от соперника ни одной шайбы в свои ворота. Андрей Пескунов за выход в финал боролся с Георгием Черенько. И также в двух поединках Андрей был сильнее. В матче за третье место сошлись Александр и Георгий. После первого поражения Георгий собрался и обыграл Александра в следующих двух партиях. Папа с сыном играли в финал. Была очень напряженная игра. В первой же партии играли овертайм долго и напряженно. Андрей вырвал победу. Вторую партию он уже взял вчистую. Высшая лига понесла сегодня потери. Половина игроков не смогла принять участие. Поэтому в чемпионате играли три круга. Итоговый результат. Первый Матвей Ширковец. Второй Александр Барташ. Третий Андрей Акинфин. Удивил один. Александр Ширковец. Он творил что-то невообразимое, заняв четвертое место. В плей-офф играли все. Более того, занявшему первое место Матвею предоставили путевку в полуфинал без игры. Остальные за нее боролись. Адрей Акинфин обыграл Виталия Соболя 4-2. Александр Барташ с таким же счетом Александра Авина. В паре Александр Ширковец-Алексей Кравченко было по-настоящему жарко. Александр продолжил свою серию непредсказуемых результатов. Проигрывая по ходу матча 1-3 довел серию до 3-3. После чего собрал вокруг игрового стола всех зрителей не только высшей лиги. В решающей седьмой партии удержал победный счет, после чего бросился в объятия своего сына Матвея. Александра можно поздравить. Он впервые прошел начальный раунд в сериях плей-офф. А дальше Александру пришлось бороться именно с Матвеем. Там было без вариантов. 4-1 и Матвей Ширковец идет дальше. Всегда неуступчивый Андрей Акинфин оказывал сопротивление Александру Барташу. 5 из 6 матчей закончились с перевесом в одну шайбу при равной игре соперников. Александр додавил 4-2. В матче за третье место Андрей Акинфин без труда обыграл и так сделавшего невозможное сегодня Александра Ширковца 3-0. В финале Матвея против Александра инициатива была на стороне первого. Матвей выиграл 3 матча. Затем Александра 2 отыграл. Но, видимо, сегодня звезды за Ширковцов. Шестую выиграл Матвей. Также скромно по составу было и на Кубке Эстонии, который по традиции проводится в дни празднования католического Рождества. Но 10 человек сыграли в один круг и поскорее перешли к сериям плей-офф. Групповую стадию выиграл Игорь Савельев. Тимур Михалев и Мария Савельева отстали на 1 очко. Маша не тренируется, но за счет своего багажа, знаний и опыта может поддерживать свою игровую форму и играть на скорости с соперниками. Фавориты первую стадию игр на вылет пропускали, ожидая соперников по четвертьфиналу. Савельев получил Алина Шекарева и не без труда оформил выход в полуфинал 4-2. В очередной раз в играх на вылет сошлись девушки Маша и Даша. На этот раз Савельева не дала усомниться в своем превосходстве над Хрусталевой 4-1. Даниил Ланда в ранге обладателя Кубка Эстонии начал путь подстаиванию титула с уверенной победой над Вафой Хамдамовым 4-0. Тимур Михалев вынужден был покинуть главный плей-офф, уступив дорогу Денису Андреяшкину. Но смог реабилитироваться, выграв, как бы мы назвали, малый плей-офф. Сначала переиграв Алина Шекарева, а затем в финале в сухую обыграв Дарью Хрусталеву. В главном полуфинале капитулировали оба Савельевых. Денис Андреяшкин смог обуздать резвый нрав Марии Савельевой 4-2. В шестой игре полуфинала с Даниилом Ландой Игорь Савельев много забил 6-0 и на седьмую игру почти ничего не оставил. Даниил выиграл 5-2, выйдя в финал. Стоит отметить, что несмотря на легкое недомогание, Игорь простыл накануне турнира, он смог показать неплохой результат и фактически без проблем выиграл серию за третье место у своей дочери Марии 4-1. Даниил Ланда показал свои лучшие игры в финале против Дениса Андреяшкина. 4-2 и в третий раз подряд выиграл Кубок Эстонии. Это круто! Настольный хоккей в Рождество! 25 декабря в Нижнем Новгороде состоялся второй этап городского чемпионата. Как всегда, веселой и шумной атмосферой встретил участников уютный зал завода Гидромаш. Предновогодние этапы всегда отличаются большим скоплением участников. Не стал исключением и этот турнир. На групповом этапе участники были разделены на три группы для выявления сильнейших, которые продолжат выступление в высшей лиге. Скажем прямо, отрыв первой четверки второй и третьей группы от преследователей нарастал с каждым туром и к окончанию группового этапа составил внушительные 4-5 очков. В первой же группе возникла интрига, так как с отрывом дистанцию прошла лишь пара лидеров – Шикерин Соловьев. На оставшиеся два места претендовала целая группа преследователей. На финише группового этапа Евгений Прус и Владимир Жаринов набрали по 8 очков, финишировав на пятом и шестом месте соответственно, а Андрей Миличаев с Михаилом Кименовым, набрав по 9 очков, отправились готовиться к соперникам по высшей лиге. В первой лиге турнира продолжили борьбу 14 участников, основная масса которых была юниорами – веселыми, шумными, иногда переживательными, периодически разбавлявших игровой ритм вкусностями традиционно сладкого стола. По окончанию игр в лигах были определены три лучших юниора турнира. Ими стали Андрей Соловьев из Нижнего Новгорода, Богдан Вороцов и Татьяна Далибошко из Шатков. Подаплодисменты новогодние призы партнеров соревнований отправились к своим юным обладателям. В лидерах высшей лиги достаточно предсказуемо оказались финалисты прошлого этапа – Сергей Шикерин и Павел Сызранцев. Третьим финишировал Александр Мещеряков, проиграв лишь дважды лидером. Далее плотно расположились Семен Иванов, Таисия Анкудимова и третий по результатам прошлого этапа – Алексей Соловьев. Седьмая – Ольга Глазунова, слегка отстала от основной группы преследователей, но задачу выхода в плей-офф решила уверенно. На восьмую строчку, последний вагон участников серии новобывания, претендовали пять примерно равных по силам игроков – юный Андрей Соловьев, Андрей Миличаев, Михаил Кеменов, прибавляющий Евгений Дуничкин и ветеран Игорь Иванов. Конкурировать пришлось между собой, так как удивить вышестоящую группу сумел лишь Андрей Соловьев, дыбив очков в игре с Александром Мещеряковым – 1-1. Андрей Миличаев, обыграв Ольгу Глазунову – 2-1, и Евгений Дуничкин, сыгравший ничью с Ольгой – 2-2. В играх с прямыми конкурентами успешнее всех выступил Андрей Соловьев, в итоге впервые в карьере замкнувший восьмерку сильнейших игроков этапа чемпионата города. И Евгений Дуничкин с Игорем Ивановым отправились на рандеву с победителями первой лиги – Евгением Прусом и Владимиром Жариновым. Завершала же переходный турнир серии двух Евгениев, завершившаяся победой Евгения Дуничкина, финишировавшего в итоге одиннадцатым. Евгений Прус на двенадцатой строчке. Михаил Кеменов – в десятый, Андрей Миличаев – в первые девятые. В четвертьфинале Алексей Соловьев выиграл серию у Александра Мещерякова 4-1, Павел Сызранцев у Ольги Глазуновой 4-0, Семен Иванов у Таисиенко Димовой 4-1. Сергей Шекерин провел срез успеваемости прибавляющего турнира к турниру Андрея Соловьева 4-0. В полуфинале состоялась, пожалуй, самая интересная серия турнира – Павел Сызранцев, Алексей Соловьев. Соперники встречались друг с другом в аналогичной полуфинальной серии первого этапа. Тогда победил Павел 4-2. В высшей лиге сегодня победил Алексей 1-0. Нынешнюю серию резвее начал Алексей, взяв первые две игры, одну из них в овертайме. Далее активнее уже был Павел, выиграв два раза и сравняв счет в серии. Затем полетела у Алексея, но шестую игру Павел выигрывает в овертайме, вновь сравнивая счет в серии. Седьмая игра приносит победу и путевку в финал Алексею Соловьеву. Добавим – впервые в карьере. В параллельной серии Сергей Шекерин выигрывает серию у Семена Иванова и составляет компанию Алексею Соловьеву. Серия за третье место приносит победу Семена Иванову, а финальная – Сергею Шекерину. Заключительные этапы в обеих возрастных категориях 38-го детского кубка Санкт-Петербурга подарили зрителям массу впечатлений. И если в старшей возрастной категории чемпиона удалось определить все-таки в последнем туре, то у младших пришлось играть золотую серию. Для начала 17 участников младшей категории были разделены на три отборочные группы. И вот тут начались неожиданности. В первой группе неудача постигла воспитанника Охты Тимофея Максименко. Его обыграл не только прогрессирующий Степан Чернов, но и дебютант соревнований Ярослав Савельев. Причем 6-0. Ярослав узнал о турнире с матча СКА в Ледовом дворце. И в компании юных болельщиков армейского хоккейного клуба пополнение. В течение осени уже подключились Артем Бушуев, Иван Алексеев и успели зарекомендовать себя на самом высоком уровне. И вот еще один новичок и сходу занял второе место в первой лиге. Во второй группе сенсация прогремела еще громче. В вышку не смог отобраться один из кандидатов на чемпионство Владимир Коршунов. Сначала проиграл Алексееву, а затем нулевой ничей закончил игру с Сашей Наровским, который с Алексеевым также сыграл ничью. И только в третьей группе все прошло согласно посеву. Ледяй Иванцов был раздосадован неудачным стартом, но потом взял себя в руки и завоевал путевку в первую лигу. Вторую лигу выиграл Артем Климович из 261-й школы, Савелий Мурашов из 501-й на втором месте. В первой лиге Коршунов доказал свое превосходство, хоть и уступил одноглубнику Тимофею Максименко. Тимофею это позволило стать бронзовым призером. Серебряная медаль у дебютанта Ярослава Савельева. Меркуль, оставшись без конкурента, совсем расслабился. Для итоговой победы в 38-м детском кубке ему достаточно было занять хотя бы второе место. Но Миша упал на пятое. Выстрелил Артем Бушуев. До этого этапа он только раз поднимался на третье место. И тут первое. В высшей лиге шла равная борьба. Соперники отнимали друг у друга очки. Бушуев прогрел Чернову, но выиграл у Меркуля. Степа крупно уступил Меркулю и Даниковичу. Вова проиграл Алексееву. Все перемешалось. И в итоге меньше потери казалось у Бушуева. Даникович в четвертый раз подряд на втором месте. Бронзу взял Степан Чернов, что позволило ему существенно подняться в общем зачете. И не только войти в первую десятку по итогам сезона, но и занять не седьмое место. Площадка для следующих свершений в наступающем сезоне. А что же с чемпионством? Поскольку оба претендента на корону никак не улучшили свои показатели, то пришлось им играть золотую серию, чтобы выявить чемпиона. Серия собрала немало болельщиков. Все-таки сейчас состав младшей категории существенно обновился в этом учебном году. И для многих турниры еще не превратились в рутину. Почти вся высшая лига наблюдала за игрой лидеров. И посмотреть было на что. Начал серию ударно Вова Коршунов. 3-1. Второй матч перешел в овертайм, который длился добрые минут 5. Удача улыбнулась Меркулю. 4-3. Выиграл Миша и следующий поединок. 2-1. Но Владимир захватил инициативу в четвертой игре, поведя 2-0. Михаил сравнял. Но победную точку успел поставить Коршунов. 3-2. Пятый решающий поединок. Теперь Меркуль повел 2-0. И Коршунов сломался. Начал нервничать. Плохо готовить атаки. Одну шайбу смог отыграть, но чувствовалось, что уже заранее проиграл. Миша удержал победу в финале и оформил свое первое чемпионство. А вообще у ребят может растянуться соперничество на долгие годы, так как Меркуль еще в первом классе, Коршунов во втором, а бронзовый призер чемпионата Вова Даникович еще и в школу не ходит. Вот так и молодился состав лидеров. Обычно только к четвертому классу ребята достигали высот. С другой стороны, это еще говорит и о том, что старшая категория не скоро получит достойное подкрепление. А там сейчас наметился дефицит сильных игроков. На этапах с трудом набирается состав конкурентной высшей лиги. Из тех, кто попадает нынче в вышку, раньше в первую лигу вряд ли прошли бы. А на заключительный этап пришло всего 9 человек. Поэтому решено было сыграть всем вместе. Было три явных претендента на призовые места, в спор которых мог вмешаться Олив Мехашин. Но Льву пока очень не хватает стабильности. Мехашин сыграл ничью не только с Битюковым и Симоновым, но и с Юрием Початовым. А у Никиты Коновалова вырвал победу в самой концовке 1-0. У Льва в итоге четвертое место. Пятый Юра Початов, уверенно разобравшийся с дебютантами этого сезона. Итак, какие места заняли три фаворита? Начнем с конца. В заключительном туре специально стоял матч Битюкова с Богомоловым. На прошлом этапе парни подарили яркое зрелище. Алексей уходил в отрыв, Семен догонял, Богомолов тогда выиграл. На этот раз борьбы не получилось. Семен уверенно наращивал отрыв, а Алексей рано смирился с поражением. 5-2. Поэтому на роль финала подошел бы другой матч. Битюков-Симонов. Семен повел 4-1, четко реализуя выходы. Но Павел не спеша вышел вперед. 5-4. И все-таки бойцовских качеств у Семена оказалось больше. 6-5. Показательный матч. К сожалению, далеко не все наши юниоры могут держать удар. А настоящие лидеры бьются до конца, веря в свою победу. Следующий, 39-й детский кубок, стартует 21 января в торгово-развлекательном центре Гранд Каньон. И там же, на Энгельса 154, 6 января состоится новогодний фестиваль. Турнир, в котором могут принять участие все желающие. Регистрация на месте с 11 до 11.40. Начало турнира в 12.00. В Казахстане долго думали, как сделать турниры интереснее и зрелищнее. Ведь известно, что без огня любое соревнование пресно и скучно. И вот там решили добавить свою изюминку. Оформили небольшой зал карточной символикой в стиле казино. Многие играли в цилиндрах и шляпах, что поднимало общее настроение участникам. Плюс ко всему, впервые добавили хоккейный тотализатор, где каждый участник перед турниром давал свой прогноз на некоторые события, что позволяло подогревать интерес к играм от отборочного этапа до плей-офф. Если в КХЛ проводят шоу, матч звезд и различные конкурсы, то почему мы в настольном хоккее должны оставаться в стороне? Достаточно сказать, что все участники сделали сами множество селфи. И эти снимки разошлись по их друзьям и знакомым, что делает шаг в плане популяризации настольного хоккея. Подходит к концу последний в 2022 году выпуск «Время настольного хоккея». Он не будет каким-то особенным, как это было накануне этого года, когда игроки со всего мира прислали свои поздравления. Главной темой тогда была надежда, что после двух пандемийных лет все наконец-то нормализуется, и мы сможем играть как прежде. И только Павел Пилипенко из Киева пожелал мира, как будто предчувствуя беды, которые обрушатся на Украину в этом году. Многие, конечно, смотрели фильмы «Назад будущее», «Терминатор». Там персонажи переносятся из будущего в настоящее, чтобы что-то исправить. И мне вот интересно, а вот в будущем как происходят эти изменения? Там наступает какая-то параллельная реальность? Вот как у нас, 24 февраля 2022 года. Мы проснулись, а мир вокруг нас изменился. Накануне Нового года хочется пожелать чудо, чтобы кто-то прибыл 23 февраля 2022 года и остановил все это. С Новым Годом! До встречи в 2023 году! Пока!